Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал делаем честный обзор на Highscore, которого вы можете абсолютно бесплатно забрать в новом игровом событии Неоновые джунгли. Для этого напомню необходимо сделать не более 200 побед. Почему говорю не более 200? Потому что вам будут давать по 2 пазла за каждую победу и плюс еще по 2 за знаки классности мастера 2 и 1 степени. Но, ребят, если вы будете вообще прям без каких-либо знаков классности завершать все свои бои победные, то в любом случае надо будет сделать 200 побед для того, чтобы забрать себе вот этого вот товарища. Что машина собой представляет, мы сейчас с вами заценим, ну и от этого будете уже отталкиваться, стоит ли вам уж сильно потеть и делать по 20 побед в день для того, чтобы в течение игрового события данную машину забрать. Скажу откровенно, на меня Highscore не производит абсолютно никакого впечатления. Это одна из машин, к которым я отношусь абсолютно ровно и абсолютно спокойно. Я не могу его ни критиковать, ни хвалить за что-либо. Просто коллекционка 5 уровня, не более того. Что касается орудия, время сведения, разброс на 100 метров. Заценим с вами непосредственно в бою. Потому что, если время сведения вроде бы приятное, то что касается разброса на 100 метров, то здесь удручающе большая цифра. Но опять-таки, давайте будем смотреть это все непосредственно в катке. Урон в минуту 1470 единиц. Вроде бы для 5 уровня не так уж и мало, но поверьте, далеко не так уж и много. Самое неприятное, это время перезарядки. Целых 11,5 секунд. Ну да, хорошо, 11,4. При этом, ребят, пробитие тоже не сильно велико. 100 миллиметров. Если вы хотите поставить себе на калиброванные снаряды, то будьте готовы к тому, что ваше время перезарядки будет составлять в таком случае целых 12,3. И это просто охренительно большая цифра, по-другому ее назвать не могу, на своем 5 уровне. Поэтому я играю именно с орудийным досылателем. Что касается других характеристик по пушке. 280 единиц среднего урона, это действительно классно. Ну вот единственное, что, если бы не с таким временем перезарядки и не с таким пробоем. А так, в целом, сама цифра довольно неплохая. Если вы будете же заряжать себе кумулятивное, для того, чтобы иметь пробитие в 120 миллиметров, то вы будете получать всего лишь на 30 единиц альфы меньше. И это действительно приятно. Что действительно в этой машине хорошо, так это осколочно-фугасные, которые имеют пробитие в 50 миллиметров и накидывают целых 400 единиц альфы. Но опять-таки необходимо встретить соответствующего соперника. Угол склонения орудия вниз минус 6, и это просто ужас какой-то. Во-первых, очень сильно неудобно играть на неровностях. Вы не можете нормально прицелиться, потому что пушка вниз практически не опускается. Вы не сможете как-то отыгрывать от башни, не только потому, что угла склонения не хватает, а потому что брони здесь практически нет. Его пробивают. Да, приведенка здесь 112 в верхнем бронелисте. Нижний бронелист. Это вообще печалька прям совсем грустная. Ну а когда вы стоите в прямой проекции, то здесь с приведенкой 85. Короче говоря, бьют вас практически все, кому не лень. Что касается бортов кормы, здесь тоже разговаривать особо не о чем. Но, по крайней мере, это не прям совсем магнит для фугасов. Но любят ребята побаловаться, позабрасывать фугасики. И будьте к этому готовы. Короче говоря, ребят, машина не сильно бронирована. Прямыми конкурентами являются Шерман 5, М4А2Е4 и М4 Шерман. Их броня выглядит следующим образом. Вот броня Шермана пятерки. Я бы не сказал, что прям сильно отличающаяся, но все-таки пока наш хайскор лучше выглядит. Что касается М4А2Е4, то здесь, в принципе, то же самое, что у Шермана, только немножко другой формы. Приведенка здесь приблизительно та же самая, единственное, что нет печального нижнего бронелиста. Хотя от этого не особо легче. Ну и что касается М4 Шермана проходного, то здесь, в принципе, тоже особо разговаривать не о чем. Короче говоря, ребят, у кого есть проходной Шерман или кто через него проходил, поверьте мне, хайскор приблизительно так же играется в отношении брони, а может даже в чем-то и немножечко похуже. Здесь, в конце концов, есть какие-то, если в прямой проекции, вот эти вот скосы, которые дают там типа какие-то рандомные рикошеты. Здесь этого всего нет, поэтому вот в этот верхний бронелист, куда они бьют, везде попадают. Ну, как-то так. Что касается сравнения с основными конкурентами, то вот с сравнительной табличкой, как вы видите, в данном конкретном случае ДПМ довольно-таки неплохой. Он типа немножко хуже, чем у двух вот этих Шерманов, но не настолько, чтобы прям от этого становилось, ну уж совсем грустно. Что касается проходной машины, то здесь, ребят, обратите внимание, да, ДПМ ниже, но пробой 128 против 100. Здесь альфа 160, окей, вопросов не имею, меньше, чем 280 у хайскора, но здесь время перезарядки 7 секунд, тогда, когда здесь 11. Короче говоря, ребят, машины, я бы сказал, несравнимы в отношении орудия однозначно. Что касается подвижности, то если сравнивать данного товарища со своими прямыми конкурентами, то он, в принципе, ноздря в ноздрю. Ездит приблизительно точно так же, как Шерман М4А2Е4. Господи, блин, пока выговоришь, с ума сойти можно. Но по отношению к Шерману Пятерке и к М4, то, в принципе, все один в один, все то же самое. Доходность. Информация на данной машине скрыта, но по ощущениям не такая уж и большая. И что касается процента по победам, то, ну, короче, 54, но это все равно как бы не особо отличается от двух товарищей, с кем его можно сравнивать. Что касается, ребят, сравнения со всеми средними танками на своем уровне, то здесь я бы сказал про него так, ни вашим, ни нашим. По ДПМу, есть ребята лучшие, есть ребята хуже, есть вообще красавцы на 2000, та же самая Матильда Блэк Принц или Рэм 2. Но это, ребят, все-таки машины на очень больших любителей. Есть Матильда Четверка, у которой тоже ДПМ практически такой же. У всех остальных ДПМ типа ниже. Но обратите внимание, в отношении скорострельности орудия крайне мало есть машин, которые, ну, хотя бы так же, да, играются. Допустим, та же самая Гаргулия или тот же самый Мародер. Все же остальные машины в отношении скорострельности орудия в разы лучше. Ну, просто, не знаю, в несколько раз. Что касается подвижности, то здесь тоже ни вашим, ни нашим. Есть машины на 60 километров, на 55, но есть и по 45, и даже есть такие, как Матильда Блэк Принц со своими 25. Короче говоря, ребят, как я говорю, данная машина, она не вызывает у меня ни позитивных эмоций, ни негативных. Говорю как есть, и может кто-то со мной не согласен, обязательно пишите об этом в комментариях. А мы пока берем данного красавца, убеждаемся в том, что у нас встречный бой выбран, и погнали, попытаемся на нем немножечко повоевать. Какой-то большой ставки я на хайскора не делаю никогда в боях. Стоит отметить, что данная машина чем хороша, и в этом ей не откажешь. Если вы привыкнете ко всем недостаткам данной машины, и вы будете толково использовать ее в бою, насколько возможно использовать хайскор толково в бою, тогда вам с легкостью будут даваться знаки классности. И вот здесь у нас, ребят, получается все задом наперед. Было бы неплохо, чтобы хайскора можно было забрать в самом начале нашего игрового события, и тогда на нем можно было бы набивать знаки классности. Но с другой стороны, если бы он стоял в самом начале игрового события, то, соответственно, большое количество игроков имело бы хайскор, и, соответственно, планка в любом случае по знаком классности поднималась бы все выше и выше. А так, поскольку на сегодняшний день хайскоров у людей их было в свое время очень много, потому что данную машинку можно было забрать, по-моему, из Батл Пасса, если не ошибаюсь, или из какого-то ивента. Ребят, честно, не помню. Кто помнит, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И вообще, если я где-то в чем-то там, не дай бог, ошибаюсь, я не супер-пупер эксперт. Иногда допускаю какие-то ошибки, иногда могу что-то недорассказать, потому что забыл или не успел. Обязательно обо всем пишите в комментариях, потому что те ребята, которые смотрят видео и читают комментарии, они черпают информацию из всех возможных источников, в том числе и из ваших комментов. Так вот, ребят, хайскора в свое время можно было забрать. И огромное количество игроков хайскором запаслось, и точно так же благополучно хайскора продали. По одной простой причине, потому что машина по большому счету бестолковая. Но разве что в коллекцию, окей. Что касается подвижности. Ну, такая себе. Что касается углов склонения. Вот сейчас я горизонт выцелить не могу. Хотя, обратите внимание, я уже вылез так, что мне в верхний бронелист накидать могут, мама, не горю. В отношении, как я говорил, склонения орудия вниз. Вот я даже сейчас наверху стою, и все равно орудие вниз не опускается абсолютно. Вот как-то его не заставляй. И это очень неприятно, потому что со всей его картонностью, при этом всем, не иметь возможности нормально подъехать, ну, как бы совсем печалька. Так, возвращаясь к вопросу подвижности, пока мы находимся на бодром ходу, едет он, в принципе, спокойно. Он не рвет из-под себя, но и в то же время, я бы не сказал, что прям совсем плетется. Рикошет рандомный, крайне дивная дива сейчас произошло, меня гризли не пробил. Ну, и я нахожусь на перезарядке. Время перезарядки не сильно быстрое. Ну, а что касается времени сведения, то, как вы видели, оно тоже не очень хорошо. А вот еще хуже, ребят, это разброс. Потому что, когда вы будете играть на дальних расстояниях, то вы нормально отыгрывать на данном орудии, я бы сказал, не сможете. По крайней мере, без полного прям совсем сведения, ну, и определенного рода подкрутки. Хотя, в целом, сказать, что орудие косое, я не могу. Опять-таки, возвращаемся к вопросу того, что я не могу про данную машину сказать ничего хорошего и ничего плохого. Голдовые против Мэджая не помогают. Сейчас попробуем кинуть фугас, чтобы нанести ему целых 7 единиц урона. Мама моя дорогая. Как все грустно. Короче говоря, вот, допустим, того же Мэджая пробить нифига у вас не получится. Разве что, если он бортом как-нибудь станет. Ну, и вот, без полного сведения, как вы видите, снаряд летит куда хочет. Очень далеко от точки вашего прицела. Поэтому рассчитывать на какую-то классную, бодрую точность я бы вам не рекомендовал. Не пробиваю Мэджая еще раз. Понятное дело, что его сейчас доберут. Я хочу бросить, я не знаю, ну, хоть фугасом, что ли. Перезаряжайся быстрее ты, блин. Опять-таки, вот этот хобот с перезарядкой просто ужасный. Крайне долгое время перезарядки. Но зато победа. Я даже сделал один фраг. Я, правда, не знаю, смог ли я сделать больше 400 единиц урона за этот бой. Но сейчас обязательно возьмем данную машиночку и заедем еще в одну катку. Потому что по данной каточке заценить машину прям подробно, ну, не получится точно. И, по крайней мере, объективности точно не будет. 370 единиц. Не дотянул я. И обратите внимание, при 370 единицах нанесенного урона, один уничтоженный товарищ. И при этом, ребят, я получаю знак классности третьей степени. Это то, о чем я говорил. Машина крайне непопулярна, и поэтому на ней, в принципе, брать знаки классности мастером не есть проблема. У меня были активированы, если я правильно помню, бустеры на кредиты. Поэтому 30-ку, даже 31, сразу отсюда снимаем. С учетом прем-аккаунта, чистыми получилось, с учетом бустеров, ребят, 48 тысяч. А если отсюда бустеры отнять, то, ну, грубо говоря, окей, хорошо. 17 тысяч серебро. Далеко не фармер. И рассчитывать на то, что вы будете прям поднимать на нем серебряндию, ну, уж точно не стоит. Отключаем полностью все, что нам помогало фармить в предыдущей катке. И забрасываемся еще в один бой. Не знаю, ребят, особого какого-то фана машина, безусловно, не предоставляет. Если говорить по поводу того, что эта машина там прям совсем не стоящая, с учетом того, что данную машину можно забрать бесплатно, а не покупать ее в магазине, то вопрос по поводу того, а стоит ли, здесь, по-моему, вообще не стоит. Безусловно, стоит. Если вы вдруг все-таки решите запотеть в этом игровом событии, дойдете до хайскора, заберете его, покатаете, и он вам абсолютно не понравится, и вы не являетесь коллекционером, при этом вам надо свободный слот в ангаре и дополнительные 250 золота, именно за столько хайскора вы сможете продать. Берете данную машинку и отправляете ее в топку. В конце концов, в любой момент, за те же самые 250 единиц золота, а по грубым подсчетам, это всего лишь 5 дней просмотра рекламных видео, за каждое из которых вы будете получать по 10 голды, спокойно восстанавливаете себе данную машину опять в ангар. Ну что, дожидаемся, чтобы нас забросило. Куда ехать на данной карте на хайскоре? Я даже предположить не могу. Объясню почему. Как я уже говорил, углов склонения нет, поэтому ехать под горку и воевать под горкой смысла вообще никакого нет, потому что орудие вниз просто не склоняется, и поднимаясь на горку, меня там будут бодро и крайне весело разбирать мои соперники. Ехать на линию ТТМ смерти подобно по одной простой причине, потому что я картон, а уж тем более для тяжелых танков. Единственное, что мне остается, это отколоться от всей своей команды, поехать куда-нибудь сюда, надеяться на то, что сейчас в Бортину мне не прилетит. Зря надеялся, прилетела таки в Бортину. Все-таки Леопард скотина быстрая, ну и, соответственно, занял свою боевую позицию. Вот это фарт, вот это фарт, ну не знаю, может ради этого стоит хайскора оставить, может действительно он может прям бодро подрывать БК. Да ладно, два фрага, два выстрела и два фрага, вообще красота. Давно у меня такого не было на хайскоре, я не часто его катаю, беру порой только лишь для того, чтобы заехать и снять какие-то там боевые задачи, да, позабирать какие-то призы, которые дают за определенное количество знаков классности, которые необходимо заработать. Периодически беру его, допустим, когда в Батл Пассе выпадают боевые задачи соответствующие. Нет, ну такой бой мне нравится, слушайте, может даже сейчас у меня мнение частично о машине поменяется, и я не буду уже говорить о том, что эта машина не вызывает у меня прям абсолютно никаких эмоций. Вот сейчас в данном бою определенного рода эмоции у меня действительно возникают. Но здесь все-таки, наверное, больше играет вопрос того, правильное ли направление ты выбираешь с самого начала боя, как сыграют твои союзники, ну и, соответственно, какими будут твои соперники. Так, и здесь даже мне не хватает угла, просто капец какой-то. Ладно, попробуем по-другому, сейчас попробуем лага добрать каким-то вот таким вот образом. Осталось двое соперников, ТТшника разбирают, есть ПТ-хо против меня, которую я, честно говоря, не сильно боюсь. В тупую поеду на него, даже если он меня сейчас разберет, а он еще и занят сейчас, ну тогда все будет окей. Не могу выцелить его. А теперь могу. Ну вот как-то так, целых четыре фрага, не знаю, ребят, наверное, все-таки больше это отчасти фарт какой-то и в течение обстоятельств. Вот серьезно, не более того. Хотя, хотя, за четыре фрага, по-моему, я сейчас даже должен получить знак классности мастер, с учетом того, что 1300 сделал. Нет, 1300 было недостаточно, хотя четыре фрага и типа я крутой чувак. Как так оно получилось, что в предыдущем бою за вообще голему за какую-то мне дали знак классности третьей степени, а за это количество результативности, ну, блин, ладно, хорошо, все. Проехали. Как дали, так дали. В любом случае, мне понравилось. Что касается результатов, то здесь получается у нас 35 тысяч серебром, с учетом того, что я отключил все бустеры, там, все что угодно. Что касается того, какое место мое в команде по результативности по урону, то занимаю закономерное первое место. Но, ребят, будем говорить откровенно, Леопарда я подавал сугубо случайно, снаряд прилетел ему в боеукладку. И прилетел он ему не кисло, там, на 600 с копейками. Если бы не этот факт, скорее всего, я бы был ниже. Может быть, там, все-таки на первом месте, но не с таким отрывом. Либо вообще даже попал бы на второе место. Ну, вот такой вот он хайскор, вот такая вот эта дива-машина пятого уровня. Забирать ее или не забирать, однозначно забирать, если у вас есть на этом свободное время возможности и желания. Продавать или не продавать, здесь уже, безусловно, выбор за вами. Интересно это звучит, я очень часто говорю, покупать или не покупать, выбор за вами. А здесь немножечко наоборот. Короче говоря, хайскор такая машинка, которая все делает не так, как все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки. Обязательно жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. Новые честные обзоры и честное мнение по поводу всего, что происходит в нашей великолепной игре. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. Удачи в игровом событии и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Продолжение следует...